Как подойти к выбору няни, вроде бы разобрались. А вот как подготовить малыша к тому, чтобы в доме появится помощник? Ну не просто помощник, а человек, который на какое-то время заменит маму в ее отсутствии. Об этом поговорим с детским психологом Эллой Русиновой. Доброе утро. Доброе утро. Эл, ну давайте разбираться, нужно ли готовить ребенка к появлению няни в доме? То есть нового человека в доме, который будет с ним находиться достаточно долгое время. Я понимаю всю ответственность выбора и вообще вот этого дела большого, серьезного, да, но я предлагаю не напрягаться на эту тему, самое главное расслабиться. Как происходит обычно в жизни? У мамы есть подруги, они приходят пить чай, разговаривать, у папы есть друзья, иногда они сидят вместе, что-то обсуждают. Мы делаем то же самое. То есть такой же новый человек наш друг, скажем так, да? Нужно его преподнести как нашего друга. Теперь он будет и твоим другом. Причем чем меньше вы преподносите, тем лучше. То есть вы просто общаетесь с человеком. И этот человек, если он умеет общаться с детьми, а нам ведь нужны именно такие люди, да, то этот человек сам настроит этот контакт. Да, вот критерии основные какие при подборе няни? На самом деле наблюдательность, она самая главная в этом деле, потому что каких-то вот фиксированных вещей, да, ну не стоит на это опираться на самом деле. Наблюдайте за тем, как этот человек себя ведет, насколько он искренен, насколько он естественен. Посмотрите, как он общается с ребенком. Здесь у него шаблоны общения какие-то, фиксированные какие-то способы контактировать, или он действительно по-настоящему общается? Это ведь какой-то срок должен пройти. Да, да, это вот хорошо, что вы звоните. Это как бывает, вот как это называется, испытательный срок? Ну да. Вот может быть такое? Испытательный срок. И нужно наблюдать не только в первую встречу, а и постоянно. То есть вы оставили ребенка, потом возвращаетесь домой и наблюдаете, что с ребенком, какой он, какой он изменился, открывается ли он вам, разговаривает с вами, что рассказывает, чего не рассказывает. Ну и нянь тоже. Чем более открытые отношения у няни с вами, тем вот можно ей больше доверять. Ну а может быть какой-то возраст есть? Или еще один вопрос, образование какое должно быть у няни? Или никакого не должно быть? Просто по знакомству порекомендовали, и все нормально. Это зависит от задач, которую вы ставите перед няней и от возраста ребенка. То есть если это совсем малыш, то, конечно, приоритеты отдаем просто, что человек добрый, душевный, внимательный, заботливый. Если это постарше ребенок, вы, наверное, ожидаете все-таки образовательной какой-то уже активности от него. То здесь смотрим. На самом деле наличие высшего образования для няни, конечно, не главное на самом деле, если вы не видите в ней именно гувернантку. Для этого же есть другие люди, другие профессии. Это учителя, преподаватели, репетиторы. Хорошо, а в обязанности няни тогда что входит? Какой возраст? Давайте пойдем, ну, с малышей. То есть он ухаживает, няня ухаживает, заботится, меняет пеленки, да, общается. Если постарше, то... Кормит, гуляет. Кормит, гуляет обязательно, да. Вот мамочка говорит сразу важный момент, отмечает. Да, постарше становится это уже, учится с верстниками общаться тоже, да, поддерживает его в этом. Ну и так далее. Если ребенок без репетиторов учится, то няня, конечно, помогает ему, скажем, в организационном моменте. Она его усаживает за уроки. Есть такие суперняни, которые еще и уроки помогают делать. Ну, главное, чтобы не делали за него, потому что тогда нет смысла обучения. На какой период, представим, начало, начало только вот контакта с няней, да, мы оставляем первый раз ребенка с няней. Какое время? Это может быть час-два, чтобы посмотреть, как они контактируют? Или сразу можно довериться, на целый день оставить? Прислушивайтесь к своей интуиции. То есть я не стала бы вообще первый раз оставлять. То есть это в течение всего дня или сколько-то часов няня общается. Это как в детском саду, вот адаптация идет, там ребенка оставляешь на пару часов, на несколько. Ну, в детском саду это все-таки у нас государственное учреждение, да, вы можете действительно успокоить. Эти люди, которые там работают, они под контролем. Здесь я бы не стала вообще оставлять в первое время. То есть первые там несколько часов мама дома находится, и няня общается с ребенком. Второй день, возможно, тоже мама еще дома находится, и няня общается с ребенком. И вы наблюдаете. И только затем первые уже оставляем первые часы. Вот бывают ведь такие случаи, как мы знаем, да, то, что вот бывает обманчиво, скажем так, и внешность, и поведение няни. При родителях они одни. Да. Без родителей, да, совершенно другие. Вот как с этим быть, как это распознать? Или как это, может быть, вот на раннем этапе пресечь, уличить, может быть, проблемы какие-то. Да, 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 я согласна. Действительно, такой тип личности бывает, который вот внешне совершенно никак ты не поймешь, вот что за человек. А такие могут быть маркеры, индикаторы. А с такими людьми дети будут больше болеть. Будут происходить странные вещи. Будет что-то ломаться в доме, будут какие-то нестыковки. Что-то вот не случайно, и все как будто случайно. Вот, то есть опять наблюдение. Ну и, конечно, дети, они же с этой няней, вот они с ней время проводят, и вы видите, что какой он становится. Наблюдайте за его состоянием, за его настроением, что он рассказывает, что они делали. Причем вот такая, знаете, жизнерадостность, какая-то яркая, активная у ребенка, она может тоже быть маркером совсем, ну, плохих историй. Наблюдайте за тем, насколько он, естественно, уверенно себя чувствует. Если это такая жизнерадостность, плещущая через край, напряженная, да, можно подумать, а что же происходило в мое отсутствие, да? То есть естественность, спокойное состояние души. То есть родители должны доверять своей интуиции больше. Интуиции, да, да, да. Интуиция нам подсказывает, что сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего обсудим еще парочку тем. Важная, важная история о ней, о ней. После рекламы продолжим, оставайтесь на ТНВ. Продолжаем нашу программу, у нас в гостях Элла Русинова, детский психолог. Мы говорим про нянь и детей. Светлана, у вас еще один вопрос назрел, давайте. Нет, Элла, вот допустим, выбираем мы няню. Ну, родителям каким-то причинам не понравилось, допустим. Выбираем вторую, опять что-то пошло не так. Вот как часто действительно можно менять нянь и как это на ребенке отразится? Ну, ничего хорошего нет, конечно, в том, чтобы часто менять нянь. Ну, вот имеется в виду, если он уже какое-то время общался с этой няней, он к ней привык. Ведь дети тоже, они уже душой прирастают. И тут резкая смена нянь, конечно, ничего хорошего в этом не будет. Но если родители чувствуют, что это... Серьезная причина должна быть веская. Да, если родители видят, что это действительно серьезно, то, конечно, не стоит задерживаться. Это человек в вашем доме, это человек уже часть вашей семьи почти. Ну, и возраст, конечно, тоже очень важный момент. Возраст ребенка, с которого можно использовать услуги няни, да, и в котором уже точно не надо. Ну, ограничителей точных нет, конечно. Наблюдайте, опять-таки. В самом раннем возрасте, ну, страшновато, конечно, малыша своего доверить чужому человеку. Но бывают ситуации, когда родственники совсем не подходят для этой роли. Тогда нужно просто очень аккуратно выбирать няню. И да... А верхний предел? Верхний предел. Я боюсь, что с определенного возраста дети сами не позволят нанимать им какую-то няню. Подростковый, да, переходный возраст, когда я сам взрослый уже. Да, они просто не позволят, да. Ну что, Элла, спасибо большое. Самое главное, мы запомнили, что не боимся нянь, но вместе с этим прислушиваемся к своей интуиции. Правда? Да, однозначно. Спасибо вам большое, отличного дня.